Приветствую тебя, странник! Устраивайся поудобнее. Сегодня я расскажу о первом имаме Чечни, а по некоторым данным и о первом имаме всего Северного Кавказа – шейхе Мансури, так как именно его вы выбрали при голосовании в моих группах в социальных сетях. Шейх Мансур – настоящее имя Ушурма. Родился в 1760 году в селении Алды в Большой Чечне. По национальности чеченец. Происходил из тейпа Элистаншхой. Отец Мансура Шаабас был родом из села Элистанжи. Мансур в переводе с арабского означает «победа», «победоносный». Это имя дал ему народ. С раннего детства мальчик интересовался религией, читал и почти наизусть знал Коран. Был на редкость способным и развитым, но молчаливым и впечатлительным. Получив начальное духовное образование в Чечне, Мансур едет в Дагестан, главный исламский центр на Северном Кавказе, и продолжает изучение ислама. Его, как одного из самых способных муталибов, учеников, направляют на учебу за границу, где помимо религии он изучает и другие науки. Особенно интересовало Мансура военное дело. Известно, что Ушурма участвовал в народно-освободительном движении курдов. Шейх Мансур впервые появился в Курдистане в городе Амиди. Примерное благочестие, которое так чтится на Востоке, красивая наружность и беспредельная скромность, вместе с пылкими призывами к молитве и покаянию, довершили образ для полного увлечения толпы. Высокого роста, красивый, стройный брюнет с бледным лицом и пылкой речью, фанатик. Имя его стало грозой для русских. Могучая речь и пылкая до самозабвения проповедь, молодого миссионера при его красивой, выдающейся наружности, быстро завели ему поклонников обоего пола, пишет историк Прозрителев. Легенда повествует о чудесном знамении, определившем дальнейшую судьбу Ушурмы из Алдов. Однажды во сне ему явились два таинственных всадника, и именем Аллаха велели проповедовать народу истины ислама. Когда он хотел возразить им, что вряд ли сможет убедить людей, то всадники сказали «Иди, Аллах будет вещать твоими устами, а народ поверит всему, что ты скажешь». Мансур, став на несколько дней затворником, долго молился, и когда почувствовал готовность, появился на крыше своего дома и созвал односельчан. Поведав взволнованному народу об увиденном сне, он начал проповедовать истины ислама, указывая на то, что чеченцы забыли о них, и отсюда все их беды. Его страстные речи, простые и доходчивые объяснения мудрых религиозных предписаний, заинтересовали людей. Мансур быстро обрел популярность в народе, увидевшем в нем имама. Его односельчане, алдынцы, первыми укрепились духом, отказались от вредных привычек, прекратили распри, перестали курить и пить. Мансура окружили почетной стражей, которая находилась при нем постоянно. Весть о первом имаме неслась по всем аулам. Чеченцы съезжались в алды, чтобы взглянуть на него, услышать его горячую проповедь. О нем ходили легенды. Слава Мансури разлеталась по всему Кавказу. Он начал проповедовать Газават, священную войну за независимость Чечни. История сохранила письма, воззвание шейха Мансура к дагестанцам. «Всем общинам, мусульманам и мусульманкам, всем верующим на Востоке и Западе, вечное спасение, да будет с вами все ночи и дни. Знайте, о верующие, развращенность, привычка к спиртным напиткам и употребление табака сделали наших вождей небрежными. Сейчас явился человек, чтобы наставлять людей на верный путь. Покайтесь и внемлите доброму совету раньше конца вашей жизни. Во славу Бога, как Он сказал, только те, кто кается, кто верует и делает доброе дело, только те блаженны. Наполните сердца ваши страхом Божьим. Молите прощения всех ваших ссор и раздоров, ваших злословий и сплетен. Будьте справедливы к тем, кто оскорблен. Прощайте преступников во славу Бога. Не плачьте, не сокрушайтесь над умершими. Не одевайтесь в трау ради умерших. Не пейте алкоголь, не курите. Возвратитесь к Богу. Творите милосердие. Мы пренебрегали законами Бога. Подчинимся Его законам. Отбросим все, что Он нам запретил. И подготовим себя к битве. Бог сказал, бейтесь с неверными. Уничтожайте многобожие. Обещая своим последователям все блага жизни, какими их себе представляли горцы, Мансур предрекал кару тем, кто не пойдет за ним. Кизлярский комендант Вишняков, озабоченный этим в рапорте на имя генерала-майора Пиутлинга от 9 марта 1785 года, докладывает, что все горские деревни чрезвычайно верят Мансуру и привязанность имеют к нему. В Чечне появился же пророк, проводивший Магометан к своей присяге. И кроме того, хотят чеченцы к нам в деревне приехать. Иконой же своей лживой присяге принудить. А если мы с оной не согласимся, то нас всех хотят разорить, сообщал старшина осетинской деревни Шолхи. Обеспокоенные царские власти послали своих лазутчиков, и они принесли тревожные вести. Все в один голос подтвердили, что Мансур пользуется у горцев непререкаемым авторитетом и собрал вокруг себя много людей. Власти насторожились и решили усилить крепости Кизляр, Владикавказ и Григори Полис, перебросив туда дополнительно солдат и казаков с орудиями. Власти были перепуганы. Не на шутку. Предписывалось не дать самой малой искре произвести пламень. Они не только готовились к отражению атак войска Мансура, но и принимали все меры, чтобы сбить накал движения мятежного шейха. Старались разными способами убедить народ не идти за имамом. В прокламации разосланной генерал-поручиком Потемкиным горским народом говорилось «К неудовольствию моему извещен я, что в пределах чеченского народа явился некто из бродяг, возмущающий лживым прелещением спокойствия народа. Называя себя пророком, коего лжи никто из разумных верить не может и не должен, привлекает ослепленных суеверов и обманывает их. Такое происшествие не может мною оставлено быть без надлежащего рассмотрения, а как я вскоре от высочайшего ее императорского величества двора отправляюсь таки в кавказские пределы, сим предварительно повелеваю всем народам отнюдь не верить уже пророчествам всего обманщика». И как только прибудет на Кавказ, писал далее в прокламации Потемкин, то изобличит при них обман и ложь у шурмы и докажет им, что тот не пророк, а льстец и обманщик. Поэтому, чтобы подверженные его учению горцы не пострадали, призывает не верить его учению и не следовать по пути, предлагаемого новоявленным имамом. Если кто после прокламации последует за у шурмой, то такие в скором времени почувствуют наказание. Шейх Мансур призывал народ встать под священное знамя Газавата, и горцы пошли за ним. Связав с именем имама свои мечты о свободе. За короткий срок ему удалось собрать под свои знамена более 20 тысяч горцев. Шейх Мансур сознательно положил жизнь на алтарь служению своему народу. Полностью, отдавая себе отчет, умеря ответственности, пренебрегая тяготами и лишениями, начал он походы против русских. Главной целью первого имама Чечни было объединить все горские народы. Этого и боялась Россия. Чрезвычайно обеспокоены таким развитием событий и желая еще в зародыше подавить восстание, князь Потемкин в сентябре 1783 года направляет в Чечню карательный отряд под командованием известного полковника Пьери. Он сделал марш-бросок в Алды, чтобы захватить или убить руководителя повстанцев. Для усиления отряда Потемкин передал ему батальон кабардинцев, две роты томского полка и сотню терских казаков с двумя тяжелыми орудиями. 6 октября происходит кровопролитное сражение в Ханкальском ущелье. Войска полководца Пьери овладевают ущельем в это же время в селах Валерик, Гюхи, Гойты, Рошничу идут бои чеченцев с отрядом генерала Соколова. На переправе через реку Сунжу, когда отряд Пьери прорубал в лесу просеку, его заметили трое горцев, двоих убили каратели, третьему удалось скрыться. Он и станет главным виновником всего, что случится впоследствии с отрядом Пьери. Но, пока оставив на переправе охрану, войско направилось уничтожить смутьянов Мансура. Во избежание кровопролития алдынцы предложили русским мир, но Пьери отказался вести переговоры и напал на аул. Мансур со своими воинами ушел. Село было взято штурмом, так как жители оказывали сопротивление, полностью разграблено и предано огню. Однако, главная цель карателей захватить живым или убить вождя повстанцев не была достигнута. Считая, что чеченцы достаточно наказаны, Пьери повернул отряд обратно за Сунжу, не подозревая, что в пути его ждет возмездие. В лесу между Алдами и Сунжей у переправы каратели были окружены чеченцами и почти полностью уничтожены. Полковник Пьери был убит, майор Камарский смертельно ранен. Оставшиеся в живых солдаты бежали, горцы преследовали их, брали в плен, топили в Сунжи. Любопытный исторический факт. В числе пленников оказался 20-летний адъютант полковника Пьери уроженец Кизляра унтер-офицер князь Петр Иванович Багратион. Будущий знаменитый полководец России, герой Отечественной войны 1812 года. За злодеяния, учиненные карателями в селе Алды, чеченцы мстить пленным не стали. Шейх Мансур категорически запретил это делать. На следующий день вставку русских на противоположном берегу Сунжи с миром явились горцы. Двое из них несли на носилках раненого офицера. Это был Багратион. Удивленные благородным жестом мятежников, русские спросили, а что Мансур отдает офицера без выкупа? Я за настоящих мужчин выкуп не беру, ответил Горец и вместе со своими товарищами ушел. Русские узнав, что перед ними находился сам Мансур были потрясены. В этом бою погиб брат Мансура. В руки чеченцев попали многочисленные трофеи, много оружия, в том числе и артиллерия. Это было первое крупное поражение царских войск на Северном Кавказе. Весть о печальной участи карательного отряда разнесется по всему Кавказу. Сотни, тысячи приверженцев Мансура устремятся под его знамена. После столь убедительной победы народ провозгласит шейха Мансура имамом всего Кавказа. В 1785 году Мансур женился на скромной девушке из села Гойты. Свадьба не была пышной, Мулла обвенчал их. Друзья пришли разделить радость и взглянуть на невесту. Нужно отметить, что Мансур был противником всяких торжеств и увеселений. В это время под влиянием проповедей Мансура Чечня преображалась. По примеру алдынцев во всех селах стали избавляться от курения, прекратили изготавливать бузу, традиционный хмельной напиток горцев. В центрах сел появились шесты, на которые привязывались всякие находки, деньги и прочие предметы. Люди становились добрее друг к другу, прощали кровников, почти все соблюдали пост, ходили в мечети. После разгрома Пьери шейх Мансур объявил о своем намерении изгнать русские войска с Кавказа и с этой целью предпринял поход на Кизляр, оплот царской администрации на Тереке. В июле 1785 года его отряды обрушились на Каргинский редут, который находился в нескольких верстах от Кизляра. Несмотря на отчаянное сопротивление русского гарнизона, чеченцы подожгли прилегающие к укреплению деревянные постройки. Пожар, охвативший эти строения, перекинулся на само укрепление, затем на пороховой погреб. Редут взлетел на воздух, похоронив под развалинами последних защитников. Это была еще одна блестящая победа шейха Мансура. Таких удачных походов у имама будет немало. Окрыленный военными успехами, Мансур снова идет на Кизляр. В богатом Кизляре с армянскими лавками полными товаров были сосредоточены русские войска. Тем не менее, узнав о намерении горцев, жители Кизляра сполошились и поддались панике. Легенды о чеченском имаме, который простой народ по неграмотности иногда называл чеченским пророком, смерть Пьери, гибель Каргимского Редута, решение Мансура идти на Кизляр, все это повергло жителей города в глубокое уныние. Чеченцы появились неподалеку от Кизляра где-то в полдень и начали переправу через Терек. Только к вечеру горцы пошли на штурм крепостной ограды, возведенной вокруг Фордштадта. Пять раз они безуспешно пытались взять его штурмом, но сопротивление защитников было сильным. Терское войско под командованием князя Бековича Черкасского и гребенские казаки с атаманом Сихиным смогли удержать крепость. Мансур понес потери и отказался брать крепость открытой силой. А уже на следующий день бросил все силы на разгром томского пехотного полка, стоявшего недалеко от укрепления. Потеряв много солдат, томичи отступили в Редут. Горцы, оказавшиеся под перекрестным огнем, вынуждены были уйти за Терек. Неудача под Кизляром нанесла определенный урон авторитету Мансура. Узнав, что не все его предсказания сбываются, часть чеченцев отвернулась от него. Видя охлаждение к себе со стороны части восставших чеченцев, пишет историк Ахмадов в книге имам Мансур, имам отправил к ним послание, в котором высказывал свое сожаление, что при нем остались всего лишь девять человек чеченцев. Неудача Мансура была закономерной. Чтобы воевать с хорошо вооруженной армией, какой была русская, нужно было иметь опыт ведения войны и оружия. Ошибка Мансура заключалась в том, что он заранее известил своего противника и дал ему возможность подготовиться к обороне. Кроме того, когда у одной стороны кинжалы и стрелы, а у другой пушки и ружья, трудно рассчитывать на успех. В этом была вторая причина неудачи, постигшей горцев. Но главное, кизлярцы защищали свой город и свои дома, в то время как у нападающей стороны не было конкретного плана, кроме нанесения урона русским войскам. Имам еще несколько раз держал в осаде крепости Григори Полис, Кизляр и Моздок, хотя ему не удавалось ими овладеть. Время неслось, словно ветер, у Мансура родился сын, которому дали имя Мадак. Имам радовался появлению наследника, но интересы народа для него были превыше всего. Тем временем русские пустили в ход большие деньги. Это дало свои результаты, удалось подкупить многих авторитетных людей в Чечне. Они настраивали народ против шейха. Сторонники Мансура подвергались гонениям. Чем больше побед имам одерживал, тем хуже жилось народу, так как мужчины уходили на войну и семьи оставались без кормильцев, в результате чего росло возмущение. Однажды Мансуру сообщили, что старейшины села Алды, подкупленные большими деньгами, поклялись выдать его властям. Мансур понимал, что в одиночку Чечне не удастся противостоять огромной России. Он призвал народы Кабарды, Адыгеи и Абхазии объединиться и вместе выступить против царского самодержавия. Кабардинцы, давно стремившиеся объединиться с чеченцами, обрадовались обращению к ним шейха Мансура. Его появление в Кабарде стало настоящим праздником. Встречали имама как долгожданного гостя и освободителя. Почти все князья оказались под его влиянием. Вождь чеченского народа становится предводителем кабардинских борцов за свободу и независимость. Его повстанческая армия снова внушительная. Встревоженный альянсом чеченцев и кабардинцев князь Потемкин срочно направляет против шейха Мансура командира кабардинского и селенгинского полков. Моздокский казачий полк, 300 терских, донских и гребенских казаков и два эскадрона астраханского драгунского полка. Перед полковником Нагелем была поставлена задача разгромить имама. 30 октября 1785 года начались боевые действия близ Моздока. Русские войска пытались заманить горцев в засаду, но те сами атаковали русских со всех сторон. Обе стороны дрались отчаянно и храбро. И после пятичасового боя, перешедшего в рукопашны, каждый из противников остался на своих позициях. 2 ноября у кабардинского села Татартуба бой возобновился. После жарких схваток горцы вынуждены были отойти, чтобы привести свои силы в порядок. Полковник Нагель, боясь нового наступления и встревоженный моральной подавленностью своих солдат, отошел к Моздоку. В течение 1786 и в начале 1787 года шейх Мансур со своей повстанческой армией участвует во многих сражениях с русской армией, неоднократно осаждает крепости. Летом 1787 он уходит за Кубань. В тот период берега Черного моря принадлежали Османской империи. Турция, относившаяся к чеченскому имаму с некоторой настороженностью, забеспокоилась. В то же время для турок важно было установить среди черкесов правоверный суннитский ислам, и они готовы были оказать шейху действенную помощь, в которой он нуждался для упрощения своих позиций среди кабардинских, абазинских, абхазских и черкесских племен. И когда шейх в том же году попросил у турецкого правительства денежную помощь, он ее получил. Имам вновь собирает огромные силы и разворачивает на Кубани крупномасштабное повстанческое движение всех народов Северного Кавказа. Казалось, все шло хорошо. У Ушурмы Мансура родилась дочь, которой дали имя Неамат. Шейх Мансур одерживал победы. Росла его слава. Мансур понимал, что народ видит в нем своего освободителя, однако война делает людей несчастными и нет ей конца. Слишком сильный и агрессивный противник. Но пути назад тоже не было, много жизней и сил было отдано во имя святого дела освобождения Кавказа. Оставалась надежда на единоверную Турцию. Война между ней и Россией становилась неизбежной. Имам надеялся, что она поможет Кавказу обрести независимость и готовился к схватке. Находясь за Кубани, он выступал с проповедями Газавата и призывал к объединению против общего врага. Ему удалось привлечь в свои ряды много адыгов, убыхов, абазин и абхазов. Встревоженное таким развитием событий, русское командование стало укреплять граничащие из Турции оборонительные линии. По известиям царьградским, писал святлейший князь Потемкин своему брату, министерство турецкое, вопреки миролюбивым заявлениям султанским, ищет разрыва мира, а дыги и абаза собираются за Кубань в свои набеги. Ваше превосходительство доносит об усилении там имама Мансура. Все сие требует принятия сильных мер. Я предписываю вам, во-первых, собрать раздробленные части и привести себя в почтительное состояние. Лучше пожертвовать ненужным, нежели ослабить себя раздроблениями повсеместными. Генерал-поручику Иловайскому приказываю собрать войско Донское. Генерал-майору барону Розену расположиться по реке ее и стоять обоим в полной готовности предприятия, каковое обстоятельство требует. Князь Потемкин был прав, влияние шейха Мансура на черкесов было чрезвычайно сильным. Устав от притеснений со стороны русских, они неоднократно участвовали в набегах на моздокскую линию обороны. Самые сильные столкновения произошли у села Новосельцево, где черкесы захватили в плен более 200 жителей и 9000 голов скота. В другой раз черкесы под руководством шейха Мансура перешли Кубань, уничтожили пост безопасный и нанесли мощный удар по Донской крепости. Тогда повстанцы дошли до самого города Черкасска. Их двухтысячный отряд с турецкой пушкой ночью бросился на Болдыревский редут на реке Ее, где находились три полка казаков. В завязавшемся бою черкесы продемонстрировали невероятное мужество и отвагу. На голову разбив противника они взяли в плен полковника Донцова и с ним 150 казаков. Эта победа еще более вдохновила черкесов. Имам своими нападениями изматывал силы во много раз превосходящего противника. Долго и упорно оказывал ему сопротивление, но воевать с регулярной, хорошо обеспеченной, вооруженной до зубов армии горцам было нелегко. Героическое сопротивление горцев под руководством имама Чечни и Абхазии поражало современников. Повстанцы демонстрировали свое нежелание мириться с присутствием России на Кавказе. Русское командование, стараясь скорее покончить с Мансуром, бросало в бой все новые и новые огромные силы. В конце осени 1787 года Потемкин направил в Зеленчук и Уруп три усиленных отряда, возложив командование на самых опытных военных полковника Ребендера и генералов Ратиева и Елагина. Велагин выделил для отправки на Кубань два мобильных отряда под командованием храбрых полковников Депре Радовича и Булгакова. Бои с черкесами продолжались несколько дней. Обе стороны понесли значительные потери. Тем временем Ребендер всей мощью обрушился на позиции имама между Лобою и Урупом. Горцы дрались отчаянно и заставили русских отойти. Услышав, что повстанцы запели Зикр, полковник понял, что не будут драться до последнего и готовы умереть. Он не решился идти в рукопашную и применил артиллерию. У черкесов было 60 арб, служивших заграждениями против штурмующих, но русские картечью, гранатами и ядрами разметали эти арбы. Черкесы в атаку не пошли, зато на следующий день имам атаковал позиции русских всеми силами. Завязался смертельный бой. Ростовский, Конно, карабинерный полк был смят и уничтожен. И только срочная помощь астраханских драгун и полка Ратиева спасла Рибендера от полного поражения. Горцы отошли на небольшое расстояние. На следующий день бой возобновился. Много было погибших с обеих сторон, но самой большой потерей для русских стала гибель походного казачьего атамана Янова. В декабре 1790 года генерал-поручик Бибиков вторгся за Кубань и потерпел поражение. Это вдохновило горско-турецкие силы на контрнаступление. Шейх Мансур и турецкий полководец Батал-Паша, выйдя из османской крепости Анапа, решили перейти Кубань и вторгнуться на территорию современной Карачаева-Черкесии, чтобы поднять местные племена на борьбу, а оттуда планировали пройти в Кабарду и Чечню, рассчитывая на пополнение своей армии со стороны местного населения горцев. В половине сентября были получены сведения, что Батал-Паша с 25-тысячным войском вместе с шейхом Мансуром перешли реку Лабу и стоят на реке Урупе. Русскими войсками командовал генерал Герман. Сражение произошло у речки Абазинка. Битва была ожесточенная и яростная, однако победителем из нее вышли русские войска, которые на месте этого сражения заложили крепость, названную в честь проигравшего здесь Батал-Паши. Ныне это город Черкесск. После победы 30 сентября 1790 года генерала Германа над турко-горским отрядом силы Мансура были истощены и он с последними отрядами укрылся в построенной турками крепости Анапа, где был хорошо встречен начальником гарнизона Мустафа Пашой. 19 июня 1791 года войска генерала Гудовича внезапно окружили крепость Анапу. На 61 день блокады после кровопролитного штурма крепость была взята. Защитники Анапы стояли насмерть. Мало кому из них удалось уцелеть. Душой обороны крепости был, конечно, шейх Мансур. В последние минуты перед боем, когда турецкий Паша решил сдать крепость, имам заставил его оказать сопротивление, гарнизон держался несколько дней, но в конце концов Паша капитулировал, не желая сдаваться, Мансур бросился с факелом в пороховой погреб. Ворвавшиеся в крепость солдаты успели схватить его и связать. Великий имам вместе с начальником гарнизона Мустафа Пашой попали в плен. Под усиленной охраной имам был отправлен в Санкт-Петербург. Весть о пленении вождя горцев взбудоражила столицу. Его пожелала видеть сама императрица. Легендарного чеченца доставили в царское село. Было обеденное время, когда Мансура привезли к резиденции Екатерины Второй. Желающих увидеть знаменитого горца было много. Появился Потемкин. Наслышанная о красоте молодого человека Екатерина Вторая объявила, что хочет поближе познакомиться с пленником. Зная слабости императрицы, Потемкин не мог допустить этой встречи. Матушка, он вам всю на него лучшее из окна, посоветовал он. Обаяние этого загадочного человека было так велико, что все верили в его чары и приближенные Екатерины Великой отговорили ее от личной беседы с ним. Подтверждает и историк Прозритель Лев. Из Петербурга 15 октября 1791 года шейха отвезли в Шлиссербургскую крепость. Все руководители движения, кроме шейха Мансура, были помилованы. Их удалось сломить и физически, и морально. Мансур оказался стойкой, сильной духом личностью. Он не скрывал, что имеет дух, готовый к новым мятежам. От него требовали в обмен на свободу признать свою борьбу злодейством по принуждению. Но Мансур был непоколебим, неустрашим и не собирался отказываться от великого дела, за которое боролся. Страшные тюремные условия, тоска по воле сделали свое дело. Мансур заболел быстро текущей чахоткой и скоропостижно скончался. Антиколониальное движение горцев под руководством шейха Мансура имело огромное значение для всего последующего освободительного движения народов Кавказа. Шейх Мансур доказал, что народ может и должен бороться за свою независимость. Мансур родоначальник и правозвестник основных идей национально-освободительного движения. Он не только предвосхитил основные идеи национально-освободительного движения, но и на практике проверил стратегию и тактику вооруженной борьбы, пишет Яндаров. У меня появились группы во всех популярных социальных сетях. Пожалуйста, подписывайтесь, ссылка в описании. А на этом у меня все. Если вам понравилось видео, поддержите лайками. Обязательно подписывайтесь на канал. Чтобы увидеть видео первыми, нажимайте на колокольчик. До следующих встреч. Берегите себя. Пока.